Всем привет! Этот выпуск скринкаста посвящен интеграции в нашу сборку шаблонов, стилей, картинок и других видов ресурсов. Для примера я создал небольшой проект, который демонстрирует компонентный подход вместе с Webpack. То есть в данном случае у меня файл main.js, который подключает меню из этой директории. И дальше он создает newmenu, передает данные, опции, добавляет его к документу. При этом все, что касается меню, находится здесь. То есть здесь находится и javascript файл, и css, и шаблон, я использую jade, и дополнительные ресурсы, в данном случае картинки. При этом весь наш код находится исключительно в директории frontend. Задача Webpack заключается в том, чтобы собрать наш main.js, вот этот, подтянуть все, что нужно для меню, скопировать это в public, то есть индекс.html подключает main.js, и main.js должен нарисовать меню, как описано в нашем коде. Вот так будет выглядеть страничка. Этот компонент с одной стороны очень простой, а с другой стороны он содержит большое количество важных для нас аспектов. Теперь, когда мы знакомы с задачей, посмотрим на код и разберемся, что здесь происходит. Это у меня main.js главный файл, обычный javascript, с бабелем. Здесь мы подключаем точку слэш-меню. Вот. Что ж, интересно начинается тут. Я импортирую меню точкой css. Что при этом происходит? С точки зрения Webpack'а все является модулями. То есть если я делаю импорт, в данном случае у меня бабель, поэтому бабель переделывает импорт в require, а затем require.css файл, Webpack ищет для него loader. Если бы loader не было, давайте я все это уберу из конфига, то Webpack начал бы ругаться. Ругаться он начал бы вот так. Видите, он говорит, что меню css пытаюсь подключить, а у меня неожиданный токен . То есть если loader нет, то Webpack считает это .js файлом, пытается его разобрать и видит ошибку. Если же loader есть, в данном случае loader.css. Давайте я добавлю вот так. Все файлы с таким расширением. Тогда подключаются два loader. Style loader и css loader. Здесь остановимся чуть подробнее. Хотелось бы, чтобы у нас было полное понимание происходящего, поэтому детально рассмотрим, как работает цепочка loader. Что здесь происходит. Вот я добавил еще один loader для полноты картины. Открою документацию про loader. И здесь в pitching loader более не менее типичный вид loader. У него есть две основные функции. Первая, которую он экспортирует. И вторая, так называемая pitch-функция. Когда у нас есть цепочка, то loader обрабатываются слева направо сначала с вызовом питч-функции. Очередная питч-функция, если что-то возвращает, тогда оставшаяся часть цепочки игнорируется. И управление разворачивается, идет справа налево. Если же питч-функции нет, или они ничего не возвращают, то управление доходит до самого правого loader цепочки и разворачивается. И затем loader вызывается справа налево, и при проходе справа налево вызывается основная функция loader. Это все были общие слова, а теперь посмотрим, что происходит непосредственно в нашем примере. Вот цепочка loader. Когда Webpack видит файл, который подходит под этот тест, то он, с учетом этих loader, генерирует так называемый полный путь к файлу. Он выглядит примерно так. Цепочка длинная, уж извините, она действительно длинная. То есть полный путь выглядит как один loader, видите, полностью адресованный путь к нему, потом возлетательный знак, второй loader, потом опять же путь к третьему loader с его параметрами, возлетательный знак и уже путь к файлу. Дальше Webpack начинает обработку. Слева направо вызывается сначала питч-функция. Есть ли у модуля стайл какая-то питч-функция? Давайте посмотрим, заглянем в его исходный код. Вот стайл loader, индекс.js. У loader стайл нет основной функции, но питч-функция как раз у него есть. Вот она. Управление сразу попадает сюда. Питч-функция тут что-то возвращает. И как мы знаем, если питч-функция что-то вернула, то выполнение цепочки прекращается. Это означает, что никакие css-loader, никакие auto-префиксеры не будут вызваны. Но в данном случае стайл loader делает такой трюк. Он берет оставшуюся часть запроса, то есть в данном случае, возвращаясь к исходнику, он берет то, что осталось после него, вот это. И на основе этой строки при помощи loader-utils генерирует вложенный require. Здесь он добавляет еще два восклицательных знака. Это означает, что к этому запросу не нужно применять loader, указанный в конфигурации, то есть удвоения loader не будет. Итого получается, что он делает обертку вокруг require того, что осталось справа от него. И то, что сгенерирует loader справа от него, он подключает, берет в виде контент и дальше, видите, использует дополнительные модули, можно понять из комментариев, что он ожидает, что цепочка справа вернет текст, и этот текст он вставляет в дом документа, обрамляя его тегом style. Таким образом, если говорить в двух словах, то style loader ожидает, что цепочка, которая находится справа, вернет CSS текст, и JavaScript обертка, которая генерирует style loader, вставляет этот CSS текст в дом. И если вернуться к коду меню, то вот результат этого импорта, это на самом деле JS код, сгенерированный style loader, который добавляет в документ в стиле. Если бы мы работали без вебпека, то у нас было бы отдельный CSS, а отдельный JS. В данном случае у нас получилось так, что сборка меню включает в себя и CSS текст в обертке от style loader, и собственно JavaScript. Если заглянуть в сборку, то мы увидим в ней шапку, меню, затем main.js, которая подключает меню, и дальше видите, vpc require 2 как раз подключает стиля. Модуль 2 это обертка style loader, который использует контент в модуле 3. И вот в модуле 3 как раз текст. Среди бонусов этого подхода высокая модульность. В частности, если при загрузке main.js я не хочу подгружать меню, а хочу подгрузить его вместе со всеми его стилями потом, то я легко могу это сделать. То есть я могу обернуть это в require.insure. Тогда при сборке и JS модуль меню, и все его зависимости, в данном случае конечно и стиле, попадут в отдельный кусочек сборки. Таким образом, я легко и изящно выношу отдельно то, что мне не хочется грузить сразу. Если у меня большое приложение, особенно если оно одностраничное, и если я хочу оптимизировать для мобильных, чтобы грузилось то, что надо и когда надо, то это очень интересное решение. Впрочем, Webpack позволяет и вынести все CSS в отдельный файл, как мы посмотрим несколько позже. Субтитры создавал DimaTorzok